И вновь на сцене театрально-концертного центра Щелковский театр, любимый на протяжении многих лет щелковцами ансамбля русской песни «Распевы». Поводом для этой программы стал профессиональный праздник работников культурной сферы. Впрочем, и сами «Распевы» его отмечают, поздравляя коллег, даря им свое творчество. Эта специальность несет в себе большую эмоцию, которую мы дарим людям. И мы хотели бы, чтобы от нашей эмоции были счастливы люди. Для нас самое главное – аплодисменты, браво и бис. Тогда артист будет счастливым. Концерт «Распевов» – это всегда яркое действие, но в этот раз проходит оно в необычном формате, без зрителей в зале. Обстановка, что называется, требует, поэтому сегодня здесь запустили онлайн-трансляцию. «Распевы» Вот так, не отходя от рабочего места, можно посмотреть концерт. Преимущество онлайн-трансляции еще и в том, что просмотр доступен в течение суток. Онлайн-трансляцию праздничного концерта запустили в нескольких популярных социальных сетях. Отметили, что такая практика в городском округе Щелково будет продолжена. У нас действительно приостановлены занятия в учреждениях культуры, временно закрыты библиотеки и музеи. Но вместе с тем мы приложим все усилия для того, чтобы даже находясь дома, на карантине, наши жители имели возможность прикоснуться к культуре и искусству и почерпнуть для себя что-то новое. При этом это могут быть как мероприятия, которые можно просто смотреть и наслаждаться, просвещаясь, да, концертные формы, так и, например, мастер-классы, многочисленные, в рамках которых вы можете приобрести какой-то новый опыт, познакомиться с новой практикой. Талант, креатив, позитив – те качества, которые просто необходимы каждому, кто трудится в творческой сфере. Сегодня в отрасли культуры нашего городского округа работают более 600 человек. Каждый вносит свой вклад в ее развитие. Уважаемые коллеги, от всего сердца мне хочется в этот замечательный весенний день поздравить вас с Днем Работника Культуры. Конечно, в первую очередь мне хочется сказать вам слова благодарности всем вам за ваш каждодневный труд. Возможно, в нашем непростом и крайне быстром ритме жизни мы не всегда успеваем сказать вам о том, насколько ценим ваш труд. Все наши крайне срочные задачи с пометкой «Срочно», «Вчера», «Немедленно», «Скорее» они вытесняют из нашего общения действительно то самое ценное, о чем, пожалуй, стоило бы говорить каждый день. И о чем на самом деле говорят вам жители в социальных сетях, на тех мероприятиях, которые вы проводите, в рамках работы клубных формирований. Уважаемые коллеги, мы очень ценим ваш труд, труд каждого из вас. Я искренне желаю вам благополучия. Мне очень нравится это слово. Оно емкое и вбирает в себя огромное количество самых разных сторон нашей жизни. Я желаю вам счастья, я желаю вам гармонии, я желаю вам новых творческих свершений. Да, у нас есть проблемы, они есть в любой сфере и будут всегда. Но нужно помнить, что проблемы и обстоятельства всегда временны, а культура и искусство вечны. И уж если культура и искусство сегодня выбрали нас, то единственное, что нам остается, это верой и правдой служить этой сфере. У нас замечательная отрасль. Мы влияем на души и сердца людей. Мы заставляем, мы создаем условия для того, чтобы наше население становилось чище и просветленнее. По-моему, это чудесно. Я очень горжусь работать вместе с вами. И искренне желаю вам успехов. Анна Балиет, Игорь Поляков, Валерий Жегле, Щелковское телевидение.